Приветствую вас! Я, пожалуй, буду солидарен со своим коллегой, вот, и скажу, что на самом деле, то, что происходит сейчас у вашей дочери и у мальчика дочери, это абсолютно нормально, а никакого, скажу сразу, сексуального апотека там, скорее всего, нет, никакого сексуального апотека там, скорее всего, нет, вот, ну просто потому, что дети, они в этом возрасте, как бы, на сексуальные отношения, ну, они прямо не способны, вот. Я не думаю, что если бы, если бы мальчик уже готов был к этому, то он бы общался бы с вашей дочерью. Так, вот, вот, это вот, собственно, ну, такой момент. Опять же, вам, на мой взгляд, очень важно определиться со своей целью. Да? То есть, какая цель? Как реагировать и что говорить, дочери. Какая цель у этого? То есть, чтобы что? Если вы хотите своему спокойствию добиться, ну, можете запретить ей встречаться с мальчиком, ну, вот, если вы хотите, чтобы, ну, чтобы вам было спокойно. Вот, будет ли от этого счастлива дочь ваша? Нет, не будет совершенно. А, потому что этот, эта дочь может травмировать, вернуть еще больше, кхм, ах, значит, ну, еще больше, еще больше негатив, вот, еще больше апатию, вот, и что самое главное, она может перестать вам доверять и перестать вам все рассказывать. Вот. То есть, сейчас она вам доверяет, она вам и рассказывает все эти вещи, и это здорово, это хорошо, что она рассказывает вам эти вещи, а вам не рассказывает, она рассказывает. Доверие ребёнка очень легко потерять сейчас сначала, поэтому вы можете проспросить у неё ещё, вот, поинтересоваться её чувствами к мальчику, вот, ну и всё, это просто ребёнок. И чего вы боитесь, понимаете, если она сейчас вам доверяет, она и будет доверять вам дальше, она и будет рассказывать вам о чём-то ещё, понимаете, вот. И да, дети сейчас находятся в таком возрасте, когда они, по сути, исследуют своё тело, они исследуют силу другого, это нормально. У них появляется интерес к своему телу, к противоположному телу, это нормально, абсолютно. Вот, понимаете? То есть, что делать, чтобы, что, что вы хотите сделать, защитить свою дочь от чего, от чему вы хотите её защитить? Она не сделает ничего такого, чего бы не хотела. Она не сделает ничего такого, к чему бы она не готова, потому что мальчик к ней не пристаёт. Мальчик испытывает нежное, светлое детское чувство, как и ваша дочка тоже. Что, ничего плохого не случится. Чего вы боитесь? Ну, просто сами спросите, чего вы боитесь. Скуда такая тревожность, как сказал мой коллега? Вот, так всё, определитесь. Для себя чего вы хотите. Спокойство своего или счастье дочери. Если счастье дочери, это одни действия. Если счастье дочери, то это обязательная работа с психологом над вашей тревожностью и страхами, над личными границами между вами и дочерью, над уровнем демонстрации ей себя, как женщины, как личности, не только как матери. Вот. Ну, а если вы хотите своё спокойствие, то, ну, мальчик всё запретить. Как угодно, Евгений, как угодно. То есть, как бы, это вам решат. И вам нести ответственность за то, что произойдёт дальше. Я могу по опыту сказать, что клиенты, обращаясь за помощью, очень часто имеют схожую историю. Вашей дочери, где родители были строги, не позволяли проявлять свою сексуальность, либо контролировали, либо, наоборот, провоцировали её, и из-за этого возникали проблемы. Понятно, что не только в сексуальных ситуациях, но, тем не менее. Либо вы доверяете нам специалистам, либо вы доверяете себе. Но ваши действия направлены на любые ограничения. Сейчас ваши дочери неправомерные, жёсткие, жёсткие. Они будут ребёнком восприняты негативно. Сейчас ребёнок находится в той стадии, в том возрасте, когда активно проверяют личные границы. Вот. И сейчас ребёнок находится активно в той стадии, когда он осознаёт, что он больше не в центре вселенной. Вот, Евгения, вот задайте себе вопрос, а почему ваш ребёнок находится, вот, в садике? То есть, почему вы отдали ребёнку в садике? Ну, правда. Вы не, ну, вы не можете, вы не хотите с ним проводить время. Да? То есть, вам нужен садик, чтобы, вот, освободить себя от ребёнка. Ну, и, соответственно, ребёнок социализируется. Так, как, так, как умеет. Ребёнок социализируется так, как он хочет. Ребёнок социализируется так, как у него получается. Что в этом плохого? Если вам это не подешево, вы можете забрать ребёнка с детского сада. Ну, вот, например, там, ну, подождите, пока влюблённость закончится. Она может закончиться, может, нет, но в любом случае. Вот, можете забрать её в детский сад, перестать её в детский сад, с вами в детском саду была, проводить с ней больше времени. Тогда ребёнок вырастет более лично развит. Да, чуть менее адаптивен будет к социальной среде, к обществу, но больше будет лично стараться. Вы сделали свой выбор, вы отдали ребёнку в детский сад. Вы сделали выбор в пользу социальной адаптации. Теперь вы не хотите принимать за это ответственность. Ну, в купе с вашей тревожностью и в купе с тем, что вы сперва не пытаетесь на жене, там, если говорит ребёнок, потом начинает дело спрашивать. Ну, я так думаю, что у вас есть некоторые психологические проблемы, связанные, например, с колебанием. С колебанием, значит, между эмоциональностью и позицией «надо», «должен», «вот так». Это не точно, это просто моё предположение. Вот, но, вне всякого сомнения, прежде чем как-то реагировать, нужно, ну, как-то реагировать на то, что дочка вам рассказала. Нужно вам проконсультироваться у специалиста и поработать по этой области со своими собственными страхами. Ибо если личные границы хорошо построены у вас, то дочь никогда, никогда не даст себя в обиду. А если кто-то обидит, это не несёт ей таких серьёзных травм, как если бы у неё личной границы не было. Можете ли вы её защитить от всех возможных обид, которые её подстригают в детском саду, в любом обществе. Это вопрос к вам. На этом всё. Надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.